На вопрос, быть чёлки или нет, многие ответят отрицательно, а всё из-за того, что в ином случае без ножниц не обойтись. Но профессионалы знают, как создать образ с чёлкой без стрижки. Существует очень много способов, но если позволяет длина волос. У Кати длина позволяет, сейчас мы покажем вам несколько способов. В кресле мастера по уходу за волосами наша коллега Катерина Воронченко. Катя раньше чёлку носила, но стрижка с чёлкой оказалась неудобным вариантом. Были многократные истории с чёлкой, я её постоянно отстригаю, опять отращиваю. Я поняла, что чёлка мне безумно нравится, но с ней очень сложный возникает вопрос. Каждое утро либо она стоит колом вверх, либо же это просто лезет в глаза и жутко неудобно. Итак, способ первый. Формируем глубокую французскую чёлку. Разделяем волосы на две части. Верхнюю прядь укладываем мальвинкой. Толщина нижней зависит от того, насколько густую чёлку вы хотите создать. Нижнюю прядь заплетаем в косу, но не до конца. Конский хвост нужно немного ослабить. И теперь сквозь хвост выворачиваем косу. Из свободных концов плетения получается чёлка. Её укладываем по своему усмотрению. Фиксируем лаком, чёлка готова. Теперь вариант с собранными волосами. Собираем высокий хвост на макушке. Проворачиваем волосы сквозь резинку ещё раз, сформировав петлю таким образом, чтобы кончики легли на лоб. Правильное положение чёлки можно формировать с помощью невидимок. Петлю из волос укладываем в пучок, обернув её вокруг основы хвоста. Таким образом можно сделать идеальный ровный пучок или небрежный в стиле Бриджит Бордо. Третий способ похож на предыдущий, но с помощью бублика мы создадим гульку и сделаем имитацию косой чёлки. Объёмный пучок формируем с помощью валика. Фиксируем резинкой. Чёлку из хвоста укладываем на бок. Её можно завить или выпрямить. Каждый раз будет получаться новый и интересный образ. И если же у вас очень густые от природы волосы, то лучше формировать ложную чёлку не из всех кончиков. Просто отделите тонкую прядь и работайте только с ней.